всем привет особенный привет любителям ножевой тематики сегодня я хочу вам показать новинку своей коллекции и новинку в принципе от компании ганза почему новинку потому что теперь этот нож выпускается один из вариантов скажем так выпускается со сталью d2 но это как бы еще не все как сказано они исправили замок теперь при ударе обухом отвердые предметы замок не закрывается и плюс сказано что теперь здесь используется подшипник я не знаю подшипник или нет раньше это были просто эти не латунные как медные шайбы вот поэтому я как бы хочу его разобрать посмотреть что как из что он представляет из себя изнутри я им пользуюсь уже наверное около месяца еще ни разу не точил то есть за . еще заводская есть пару газеток которые в принципе можно попробовать покромсать что-то не очень удачно получается с первого захода ну в принципе режет сказать что я за этот месяц много резал нет он был у меня на кармане с ним жена собирала грибы то есть я так думаю что все таки как минимум пару раз в землю он макнулся резал мясо резал овощи такое на кухне просто его гонял пробовал заодно хочу посмотреть что у него будет внутри по грязи значит к сожалению я не нашел свою рулетку на которой есть сантиметры у меня все как бы в дюймах но зато у меня есть вот такая вот такой вот квадратику которого с этой стороны опять же дюймы с этой стороны сантиметры то есть примерно можно посмотреть его размер я думаю что практически всем это знакомо это где-то 20 с половиной и 20 с половиной на 21 почти 22 с половиной сантиметра его полный размер размер рукоятки получается все берем от нуля где-то 12 сантиметров и размер лезвия до рукояти вот получается почти восемь с половиной сантиметров в принципе вполне такой удобный и как бы рабочий нож хочу разобрать его и заодно разобрать старый свой нож скажем так старый это и уже даже не помню команды а вот написано же 8 720 вот мой старый надежный рабочий нож разбирать буду ребята просто сразу все представляю показываю для того чтобы кому интересно будут смотреть кому не интересно я думаю что вы немного потеряете разбирать буду с помощью вот такого набора инструмента он тоже у меня как бы новый это как бы копия или реплика или фиг его знает как его назвать подделка под небезызвестный xiaomi отвертку вот у меня никогда ее не было я не знаю какой какого она качества но вот именно вот эти вот биты они сделаны из стали s2 по крайней мере как написано да то есть они магнитятся как вы можете видеть то есть магнит он не хорошо становится но 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 да этот набор стоит около 15 и что ли долларов если без скидки не уверен я наверно я не знаю будет видно не будет видно что это s2 сталь не будет неважно верьте мне на слово вот до чем я значит он стоит 15 долларов я ссылку оставлю естественно на него может кому-то он понадобится но 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 сожалению большому сожалению я уже один нож свой блин а где он а вот этот я разбирал нож нож расческа 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 тоже кому интересно будет так побаловаться дома это я купил малому своему он теперь ходит балуется вот значит я разбирал свой гербер старый нож и я просто хочу вам показать что получилось с этой битой то есть что она себя после этого представляет я не знаю я постараюсь здесь сейчас потом отредактирую видео чтобы у вас как-то в кадр попало кривые щурки так в общем народ не получилось у меня выставить показать вам биту но я сделал фотографии на телефон короче с телефона вставлю сюда потому что микроскоп смотреть удобно а вот на камеру как бы показать неудобно что случилось с этой биты почему она такая обгрызанная причем что винты на гербере мягкий металл то есть они слизываются и сминаются как бы но вообще то есть я хочу сказать что как бы слабенькая там они были сильно закручены конечно но эти биты слабенькие то есть я бы не рекомендовал их покупки это так если у вас как бы надо чем-то открутите раз в не знаю в году вы крутите то не факт что вы потом наверняка можно эту биту здесь с этой стороны чуть-чуть просто пошлифовать подтащите она еще несколько раз как бы отработает да но каждый раз после каждых нескольких ножей и шлифовать потому что она сломана плюс если вдруг вы берете нож для кого-то что примонтировать разобрать как бы обслужить и испортите винты человеку как бы но это будет просто некрасиво вот поэтому так то есть давайте на этом наверное долгий разговор ни о чем все характеристики ножа есть на сайте поэтому нет смысла особо там замерять измерять вес и так далее если хотите там спрашивать в комментариях отвечу потом значит давайте приступим к его разборке посмотрим что же он из себя все-таки представляет для того чтобы его разобрать нам надо как раз вот бита который у меня пока цена и для 8 на как раз мне надо это т8 биты наверно ты 6 8 и 6 да так и есть вот да и плюс к вот здесь еще такая-то отвертка которая ну блин ну как карандаш то есть где-то что-то надо вот я после прошлого раза использовал здесь у меня гаечный ключ есть которым здесь к счастью два места куда можно грубо говоря гаечный ключ а дети у меня вот здесь разводной ключ которым я пользовался но это конечно как бы цирк цирк поэтому давайте сейчас этот нож разберем посмотрим что там начну со скобы кстати с кабанина на этом на этой стороне мне не очень неудобно винты на удивление не так ты сильно затянуты по крайней мере на рукояти смысле клипсе теперь рукоятка кстати завода нож шел как бы видно да что он по центру и достаточно он легко открывается и легко складывается то есть он под своим весом грубо говоря так как он должен быть так что отрегулирован четко не попутать винты где какие для клипсы винты длиннее для рукоятки винты короче вообще легко пошел после того когда буду собирать я все винты посажу на этот скажите я скажу и вам повторю налог тайт а как он кстати называют фиксатор резьбы по-русски вот лак тает эта компания так как бы не название продукта что привыкли уже у нас лак тает есть компания она производит и смазки и фиксаторы чуток она не 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 производит я кстати сейчас пользуюсь когда мне надо что-то покрепче затянуть вот этот у меня есть permatex сторону тут вам удобнее сочетать вот он как бы средний по крепости вот а для ножей как правило я использую вот такой вот это кстати как раз лак тает мне тоже не вот то есть смотри вот это у меня красный крепкий а это тут даже вот написано написано вот здесь вот написано low strange то есть слабо это но он для ножа больше не надо грубо говоря от вибрации только чтобы спасение было тут тоже легонечко ушло винт с этой стороны уходит лихонько так давайте смотреть на вид надеюсь ничего там не выскочит так смотрите вот это вот мокрая жирная не знаю что это скорее всего что жирная потому что как бы смазка потому что я под водой его промывал хорошо вот причем он с обоих сторон и здесь даже вот видите почти по всей длине где соприкасалась да таска это смазка так сразу сниму не знаю как она тут снимается но снимаю так как вижу грубо говоря вот и она вот и она такие скобочки замок с грязью уже лайнеры вставочки пин какой-то я даже не знаю честно река называется я думаю что как как она там называется она не важно давайте приближем оно было лучше видно смотрите лайнеры облегченные и не знаю были ли облегченные лайнеры до этого может и были я не в курсе но вот то что не было то что не было подшипников так это сто процентов то есть раньше было как раньше было как лезвие было гладким не было вот этой вот выемки под подшипник а теперь видите подшипник утоплен сюда в эту выемку подшипник не не фторопластовые шайбы с шариками как бы полноценный латунный подшипник с обоих сторон показывал с одной стороны как бы выпуклый с другой стороны как бы пуклый вот так она выглядит вот сейчас это все я протру и соберу вытирать буду обычной тряпочкой вытираю потому что не знаю что там за смазку используют китайцы при всех этих делах при сборке как вы наверняка многие знаете некоторые смазки допустим некоторые смазывают машинным маслом вот машинное масло но как бы с одной стороны хорошо а с другой стороны она ничего особо и не защищает дело в том что здесь нет таких температур нет таких движений то есть нет той среды в которой машинное масло бы полноценно все свои характеристики отрабатывала вот но зато у машинного масла есть один очень негативный скажем так момент какой она впитывает в себя как любое машинное масло то есть это его свойство которое обязательно машинное масло должно иметь она впитывает в себя грязь и задерживает ее то есть не дает поэтому масло у вас черное как бы если вы проехали там 5000 и масло у вас чистое вы радуетесь то как бы это ничего хорошего на самом деле почему потому что значит масло говно то есть она вместо того чтоб всю грязь и всю копоть которую она вымывает с двигателя держать в себе она где-то его там в поддоне допустим сбрасывает то есть оседает и все это у вас вот там вот в поддоне потом будет такой вот слой сантиметр из грязи кстати смотрите на лайнерах там где становится центральная гайка да или как она бушенка называется английском не знаю как на русском гайка центральной короче втулка вот на ней одна сторона как бы срезана и здесь вот в лайнере тоже есть место куда нас то есть она не прокручивается таким образом если вы закручиваете один болт вы заказать а гивите его при этом вторая сторона не прокручивается что тоже является очень таким полезным свойством так подшипники протер лезвие протер кстати как видите не так-то и много грязи внутри ножа с одной стороны с другой стороны вот там вот где подшипник вроде как и напитана да так вот чем я чем смазывать нож чем смазывать нож на самом деле чем угодно любым маслом почему потому что рабочий нож это рабочий нож да как говорится наши дедушки вообще ничем не мазали она там все темнело жарела но тем не менее работала все остальное там все эти выводить до десятой градуса при заточке или там полировать или не дай бог чтоб нарежущей кромки не было видно никаких там рисок от того что камень какой-то там грубый попался и так далее то есть я допустим точу ножи которые даже вот на заказ я так и объясняю людям то есть я не делаю прям красоту у меня три на два минимальный алмаз и после него все равно остается когда смотришь нет такого прям как зеркало зеркало кстати здесь вот можно увидеть я давно этот нож не точил как бы у него как бы вроде и зеркало с другой стороны куча можно увидеть этих как царапин потому что как бы я до такого фетиша уже ну как бы не опускаюсь или не поднили не поднимаюсь чтобы никого не обидеть сказать то есть я не поднимаюсь на на такой уровень что прям вот потому что я затачивал одному человеку нож буквально недавно и сталь такая была твердая блин я с ней намучился на час-полтора наверно кромсал ее чем house 8 написано но блин но она такая была дубовая но мои алмазы и просто грызли 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 и вот я ему его даю и он такой о класс обалдеть какой он острый там туда-сюда побрил себя побрил товарища там показал ему что нож острый и следующим движением что вы думаете он делал он начал блин с броневика наклейку счищать с брони блин этим ножом понимаете соскабливать все после этого этом ножом можно было чесать жопу и не порезать поэтому то есть как бы я не знаю у местных вообще вот этого фетиша по поводу ножей нету и оценка ножей стали у них так с магазина купил о острый все в комментариях даже читаешь описание к ножу там отзывы 5 звезд нож острый нож острый нож там бреет нож я достал супер острый нож а то что он через два использования уже не нож непонятно что то есть никто об этом не пишет потому что большинство ножей кстати у нас я не могу сказать что дешевые потому что они как бы вообще не дешевый нож и считают за 40 канадских долларов примерно пусть 30 американских как бы это вообще не дешевый нож вот и они делают из 440 и стали в лучшем случае как бы ну вообще просто я не понимаю за что такие деньги берутся и не красоты там и ничего понимаете да так и за 5 блин про что я говорю то есть вот это вот как бы лучший вариант что можно использовать для ножа почему потому что она не только смазывает но ночью не держит в себя не напитывает в себя грязь и как бы отпускает ее легко вот но это стоит денег это блин по моему порядка 20 долларов вот этот вот тюбик хотя с другой стороны то количество смазки которое нужно вот этого на тысячу ножей хватит вот поэтому с другой стороны можно и отдать эти вот такие пироги так ничего складываю блин с чего начать на чем я закончил а теперь какой лайнер наружный какой внутренний вообще имеет ли это значение судя по тому как вот здесь насечено это одна сторона внутреннего а это другая страна внутреннего ничего полировать не буду потому что под палец ничего не заедает и плюс как бы новый я не думаю что что-то там вообще может быть вот поэтому в первую очередь подшипнику там где подшипник смазки надо то блин буквально чуть-чуть надо ее я такой на круг чуть-чуть делать много и не надо пару точек и закрыли будет кстати держаться а подшипник держится на смазки я его вытолкну к 1 2 все равно потом как так показать я просто грубо говоря намочил а шарики потом в себя напитаю сколько им там надо вот плюс еще тут наружную часть тоже в итоге смочу немножко так ладно все теперь все на грубо говоря на своих местах вот единственно что я теперь хочу поставить поставить туда фиксатор резьбы блин для этого мне надо совсем совсем чуть-чуть и как бы так сделать что совсем чуть-чуть на винты эти фиксатор резьбы было делал так вот совсем чуть-чуть буквально капулечку должно быть тут видно на самый кончик много не надо потому что нагрузки там никакой нет грубо говоря я буквально пару пару витков намазал и все некоторые берут кстати некоторые берут и прямо типа в отверстие раз раз накапали но в таком случае может получиться такой вот эффект как гидрозамок то есть когда жидкости просто выходить больше некуда потому что это все-таки жидкость и как бы вроде затянулась но на самом деле даже винт не до конца затянутый потому что просто между винтами вот эта жидкость которой некуда выходить поэтому так делать нельзя надо именно на резьбу немножко говорится чисто символически блин убиты полное говно просто макнул просто макнул зинь все все вот вот центр при нажатии на этот лайнер при легком встряхивание он выпадает и при нажатии лайнер для легком встряхивание он типа падает вот но через пару через десяток через два выкидываний будет идеально никакого шата нету даже все-таки чуть-чуть пославлю шата нет подшипники держат просто идеально нож складывается при нажатии на замок нож открывается при этом люфта никакого нет красота второй нож тоже разберу но блин не сегодня жена уже мозги все за занятость короче сегодня у меня кажется маленький ребенок это всегда какая-то за об блин даже скобу забыла деть видите какая ситуация даже скобу забыла деть скоба у меня на этом ножи сам не с этой стороны вот блин меня просто пополнение в семье малой сейчас уже полгода как бы эти полгода вернее как бы это все это время это мы заняты 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 сами знаете у кого дети есть нефига не просто это всегда нервы и у мамы и у папы и остальных детей нету времени не то что видео записать нету времени бренд люди приходят приносят ножи я тут на среди ночи я среди ночи точу блин потому что днем никогда просто просто никогда реально чтоб еще какое-то видео записать этого красота красота где купить данный нож мне этот нож был заказан с ebay то есть на ebay на алиэкспресс к сожалению их нету на гербесте их нету на официальном сайте они есть но не знаю куда они продают я короче ссылки поставляю где этот нож есть в продаже вот это будет сразу говорю это не реферальные ссылки я ничего с этого не имея то есть это прямая ссылка без всякого кэшбэка и всякой ерунды вот поэтому заходите смотрите может кому-то понравится потому что нож действительно нож хороший на эту ерунду тоже ссылку оставлю с кэшбэком и там уже смотрите сами нужно на вам или не нужно этот нож разберу следующем видео там наверняка внутри куча грязи заодно у меня с собой нету никакого очистителя вот почищу и посмотрю что потому что он как бы тяжеловато что-то складывается и раскладывается и плюс насколько я помню этот нож складывался если по нему бить можете путаю с другим не помню все всем спасибо за просмотр кстати мне вот интересно почему ганза вроде как говорят изменил изменил он именно firebird да но здесь вот до сих пор они используют ганза при том что вот это вот d2 сталька вот так она выглядит то есть эта модель получается d727 м но нож мне очень нравится то есть нож просто просто потрясный весьма рекомендую если у вас будет возможность что-то где-то его достать все всем удачи всем пока до следующих встреч